Всем здравствуйте! Вы на канале Деревенские Посиделки. И сегодня я вас приглашаю в мою тепличку, где растут огурцы. Вот посмотрим, давайте, как они себя чувствуют и что с ними можно делать в такое холодное лето, как вот в этом году. Значит, вот сейчас пройдусь по сортам. Значит, огурчики у меня двух сортов, нет, трех уже даже. Смотрите, эти сорты я подсадила буквально в те выходные. Значит, вот эти вот, первый ряд у меня идут. Бабушкин секрет. Вот видите, они, даже видно, что они прям большие. Вот в каждой пазухе, видите, огурчиков по два образуется. Бабушкин секрет. Вот дальше, вот этот поменьше немножко. Вот это тоже, этот же сорт. Вот видите, по два огурчика в пазухе уже болтаются маленькие. Вот, вот прямо отличается этот сорт. Сажала все сорта одновременно. Вот он отличается более высоким ростом и уже много-много завязей в нем. Значит, частично у меня огурчики замульчированы сухой травой. Ну, на все не хватило. Какие-то замульчированы, какие-то нет. Ну, вот посмотрите, под мульчой, видите, совсем сырая почва. Это, конечно, большой плюс, потому что ездим мы раз в неделю. Вот. И поливать, естественно, каждый день или два раза даже в неделю не можем. Только раз в выходные. Вот мульча спасает от того, чтобы они не пересыхали. Вот. Дальше еще у меня сорт посажен. Куколка. Вот он, тот ряд. Видите, да? Ну, поменьше огурцы, так скажем. Они тоже самые опыляемые, тепличные, гибридные. Вот тоже. Вот. Сажала их рассадой. И вот у куколки, у него, у него этого сорта, по одному огурцу. Видите? Вот. Один огурчик в пазухе. Вот этот совсем почему-то маленький. Вроде как бы и нормально растет. Листики желтоватые. Остальные более-менее себя нормально чувствуют. И третий сорт я подсадила буквально в прошлые выходные. Это китайские, так называемые, огурцы. Салатные. Они очень длинные. Вот видите, в прошлые выходные в нем было два семидольных. Сейчас уже вот настоящий листик. И вот он пошел в рост. То есть как бы все нормально. Это третий сорт. Они большие, длинные вырастают. Китайские сорта, знаете, они такие очень объемные по зеленой массе. Из одного огурца можно сделать большой салат. Вот. Три сорта. Значит, ну, конечно же, сразу видно, что холодная температура останавливает рост огурцов. Вот они, конечно, должны быть уже побольше. Вот эти вот почему-то совсем прям, хоть мы их и подкармливали мочевиной, но они отстают. Лучше всего вот этот бабушкин секрет себя ощущает. Вот. Поэтому по сортам сразу можно сделать себе вывод, да, что вот бабушкин секрет на будущее. Он даже холодный, в холодный климат. Вот видите, дает неплохой рост. И уже завязи. Скоро будем, как говорится, съедать. Так, тем более теплица. Вот представьте, у меня теплица была всю неделю, обе двери открыты. Температура снижалась до плюс пяти ночью. Вот. Ну, как бы, вот они у меня у дверей прямо растут. Вот открыты двери и сейчас мы проветриваем. Ну, слава богу. Это вот тоже третий огурчик китайский. Вот он маленький совсем, видите, да? Прошлые выходные его посадила. Вот у него уже настоящие листочки пошли. То есть прижился. Вот. Но они отличаются быстрым ростом, вот эти огурцы китайские. Я думаю, что все будет нормально. Он догонит своих сородичей другого сорта. Вот. Которые не промульчировало. Видите, они пересохли. Пришлось полить. Те, которые замульчированы, огурчики. Вот, видите, там сырая земелька. Вот, абсолютно влажная. Я их немножко порыхлила. Обязательно огурчики надо рыхлить, потому что они любят рыхлую почву. Ну, естественно, их надо подвязывать. И сегодня тоже бором попрыскала на завязи, на цветы, чтобы они себя чувствовали более уверенно в таком холоде. На следующей неделе до 20, правда, обещают повышение температуры. Но это все, знаете, вилами на воде писано. Вот. По крайней мере, пока они чувствуют себя неплохо. Я не прищипывала в этом году вообще внизу огурцов. Только листья желтые оборвала, которые были самые первые. Пасынки никакие не удаляла. Потому что вообще неизвестно, что тут будет. Растет все медленно. Поэтому, как только нижние огурцы наберут массу, я их оборву, конечно же. Мы их съедим. Но удалять их сейчас не буду. Потому что в такой экстремальной погоде неизвестно, до какого вообще роста они вырастут и сколько будет урожая. Вот такой вот репортаж. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем хороших урожаев. Спасибо.